Приветствую вас, ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладное Я. Сегодня мы поговорим о родственных душах. Это видео, сразу скажу, инициаторами этого видео являетесь вы и ваши комментарии. Потому что, прочитавши под одним из предыдущих видео ваши комментарии, я поняла, что снимать про родственные души надо обязательно. Потому что там зияет здоровенный пробел. И в этот пробел, как в черную дыру, вся женская наивность валится, 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 валится. И оборачивается это разочарованиями. Чтобы вы не думали, что я голословно и просто так вещаю от балды, я психолог, работаю с женщинами почти 20 лет. Мой проект Ладное Я помогает женщинам быть счастливыми, успешными, любимыми и устраивать отношения так, каким удобно. Если вы вдруг еще не подписаны на канал, подписывайтесь. В описании видео есть подарок для вас, курс секреты счастливых женщин. А мы продолжаем разбираться с родственными душами. Смотрите, очень многие женщины говорят «родственная душа». Вот я почувствовала в нем родственную душу. Мы сидели, у нас была первая встреча, но я поняла, это мой человек. Он со мной говорит одинаково, думает одинаково. Да он буквально слова снимал у меня с языка. Он понимал меня, как никто другой в мире. О чем это говорит? Это говорит о том, что мужик рассказал вам такие сказки, которые вы хотели слышать. Причем рассказал настолько искусно, что вы в эти сказки поверили. Это говорит о том, что ваш мужчина, с которым вы встречались и почувствовали с первой встречи, может быть со второй, родственную душу в нем, что он отлично умеет слушать и вовремя поддакивать, улавливать важные моменты и развивать их, чтобы вам было приятно. То есть он искусный манипулятор. А если он сразу вам начал рассказывать, да, и привтягивать вас в свои разговоры, и только вот по его разговорам вы поняли, что он ваша родственная душа, то он тоже искусный манипулятор. Мало того, он очень опытный манипулятор, потому что он пообщался уже с многими женщинами вашего типажа, и он точно знает, на что западают эти женщины. Простите, если кому-то сейчас разбило розовые очки. Да, это так, потому что если у вас с первой встречи возникает такое ощущение, вы находитесь просто в руках у очень искусного манипулятора. Родственные души или, как некоторые женщины в комментариях говорили, сходство по психотипу – это все заблуждения, сказочки, которыми мы сами себя пытаемся убаюкать. Если брать с точки зрения психологии понятие психотипа, да вы можете по психотипу совпадать с алкашом, с бомжом, с маньяком каким-нибудь. Это что, он для вас родственная душа или идеальный партнер? Не думаю. Потому что обычно счастливы-то мы не с тем, кто у нас по психотипу. Представляете, несколько психотипов всего лишь, все остальное население. Получаются идеальные партнеры для вас, либо 1 четвертое население земного шара, либо 1 восьмая, либо 1 шестнадцатая, в зависимости от того, какой классификацией вы будете пользоваться. Представляете, какой у вас выбор? Но на самом-то деле вам подходит 1, 2, ну максимум 3 человека. И если вы ориентируетесь только на какие-то психотипы, то простите, пожалуйста, вы будете жить в плену сказки, терпеть неудобства, и ваши отношения будут строиться по принципу «мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Наверное, вы не об этом мечтаете, правда? Вы, наверное, мечтаете о том, чтобы вы говорили, и вас готовы были слушать. Ваше мнение готовы были учитывать. Вас готовы были понимать, вам готовы были сочувствовать, поддерживать вас, помогать. А это не про психотип, это немножко про другое. И вот если вы будете ориентироваться не на какие-то феерические родственные души, а на то, насколько мужчина откликается на то, чего вы хотите, на то, что для вас важно, насколько он говорить готов о том, где у вас нестыковочки, где у вас есть недопонимание, готов ли он обсуждать и что-то менять в своем поведении и откликаться на ваши изменения, или он хочет только так рассказать вам сказку, но чтобы вы делали так, как нравится ему. Выбор за вами. И чем меньше у вас будет иллюзий по поводу родственных душ, тем трезвее вы будете смотреть на мужчину, который сидит перед вами, и тем счастливее будете вы. Хотите со мной поспорить? Пойдемте в комментарии. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, возражения. Если вы вдруг еще не подписаны на канал, подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная яд». Пока-пока, ласточки!